привет мои хорошие с вами снова я так сегодня я вам хочу рассказать про цветную такую чудо капусту только будем ее делать по-корейски для этого я взяла где-то полторы таких капусточки перец болгарский я его порежу морковку я патру на корейской терке можно ее порезать вдоль красиво петрушку мне здесь не хватает конечно сельдерея так бы тоже было вкусно масло растительное натуру возьму чили перец ну так не знаю соус буду делать не буду здесь будет готовиться у меня рассол что не поставил эти да для этого сюда я налила 100 грамм воды 200 граммовую чашку стакан можно сахара песку там не стерилизоваться будут баночки 2 чайные ложки сюда с горкой соли опять левой рукой я все делаю такие научусь левой рукой делать вот и пол стакана растительного масла сейчас и налью подожди поставить и еще будем использовать уксус 9 процентный так еще забыла положить чесночок обязательно 9 процентный уксус и приправы на ваш вкус на любой но подойдут и дива и идеально это для корейской морковки таки продаются и так где-то пол стакана чуть не шпранула вообще заговорилась сюда я выливаю масло и не доливая не до краев где-то так вот наверно хватит это я развела 30 процентный уксус сделала его 9 процентов сюда же выливаем пусть кипит разница так сейчас баночки простерилизую и так большие кусочки там стучат банки большие кусочки можно прополоншировать две минуты буквально не больше потому что мы их потом еще крутым кипятком будем заливать маленькие оставим так и так здесь я уже приготовила чесночок все у меня сейчас до стерилизуется мне надо натереть морковку и порезать перчик и так я уже здесь все приготовила натерла соломкой это вот этот соус как он чили называется и баночка у меня одна стоит уже стерильная значит брошу горошек душистый перец чесночка можно его порезать как вы хотите лаврушечки конечно обязательно немножко зелени ложку вот этого чили давай опускайся в общем как как что хочет кто и начинаем закладывать нашу капусточку чуть-чуть морковки для красоты вот в общем не стала вас мучить и себя тоже и получилась у нас вот такая вот красота вот покрутимся теперь важно заливаем крутым крутым кипятком чтоб капуста не пожелтела и не имела такой неприятный вид самый такой крутой кипяток заливаем закручиваем и переворачиваем переворачиваем до остывания и следующая партия и так вот все и готово вот все мы и сделали смотрите какие красивые баночки дай красота прям беленькая пускай там настаивается вот это будет очень 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 вкусненько это на зиму ну ладно на зиму кстати можно не отваривать она там дойдет чтобы она сильно мягкая не было а это я буду есть завтра все то же самое просто настоять ну часов пять лучше на следующий день кушать это тоже очень очень вкусненько но все то же самое только для завтрашнего стола будем так говорить приятного аппетита если что спрашиваете что-то забыла летом где-то что-то еще помечено в принципе сам процесс ясен он очень 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 простой еще раз покажу полюбуюсь сама тоже нямка какая вот а такой салат кстати хранится очень прекрасно все все корейские эти салаты хорошо хранятся в стеклянной посуде в холодильнике ничего им не будет запасайтесь прок ну все пока всем